Ты пошел! Офигеть Вот так, да Ведет меня куда-то Мне лень Мне лень Мне лень Мне лень Как часто вы говорите это себе? Меня это, я так понимаю, останавливает Потому что, на самом деле, по утрам все болит и так далее Я не хочу жаловаться Иногда, вот, реально, ничего не хочется делать Но, так как себя настроишь, такой и получишь Получается, когда ты по утрам встаешь, такой, все классно, отлично Тогда и день у тебя классный А вот сегодня, типа, мне лень, но это неправда Можно просто себя перенастроить И будет все хорошо Звучит, конечно, на словах это все легко А по факту это, на самом деле, очень тяжело Если делиться своим опытом, то я самодисциплину каждый день, конечно, прокачиваю Но это не очень быстро Не очень Сегодня в Варшаве замечательный день Конечно, немного жарко по погоде Но я надеюсь, что мой настрой все еще сохранится до конца дня Такой же позитивный и классный Знаете, я иду, у меня не покидает мысль, что все должно быть постепенно Надо всему учиться постоянно, постоянно, постоянно Вот взять, например, Димона У него сейчас в автопарке появилось уже 4 машины, которые он будет продавать Осталось всего лишь 36, чтобы до полномасштабного, грубо говоря, автопарка дорасти И получается так, что ты всю жизнь учишься Но мы к этому подходим, как будто такое все это ленивое и так далее А по факту, чем интереснее цели, сложнее задача, тем, наверное, интересней И мы, мне кажется, мы неправильно к этому подходим Мы думаем, что это тяжело и неинтересно А большинство людей просто ставят задачу и думают, как же ее решить? Это как такая, знаете, головоломка Так вот, это я говорю к тому, что, смотря как мы смотрим на эту задачу Мне, конечно, хочется что-то побыстрее все сделать Но по факту все учится очень долго 10 тысяч часов и так далее А сейчас иду и думаю Я там, наверное, такого наговорил В этом, конечно, есть еще один большой плюс YouTube-канала Ты смотришь себя часто, анализируешь, что ты говоришь Исправляешь ошибки, растешь Нарабатываешь речь, нарабатываешь эмоции Этот велик все еще здесь В гараже так прохладно, что вообще не хочется никуда идти на улицу Я думаю, что там так печет сегодня Просто Сегодня на улице нереально жарко И посмотрите, как выглядит Виланов по воскресеньям Просто никого на улице Я встречал эту машину очень часто, но никак не мог вам показать Музыка Музыка Еще пару слов по поводу этой машины В общем, я пообщался с владельцем Он поляк, который прожил во Франции два года Вернулся и создал этот проект Под названием Cadillac Машине, по-моему, 53 года Я считаю, что это шикарный цвет Объем, по-моему, 5 с чем-то литров Вот Там просто не сиденья, а огромные диваны Ты смотришь В то время машины строили, конечно, как-то с душой А еще я собираюсь пообедать Ой, если бы вы знали, как на улице жарко Просто Хоть живи в подъезде Сейчас у меня свободное время Учен английский язык Если вам интересно, кто мне в этом помогает Есть канал, называется The Bob Canadian И он реально рассказывает по темам Ссылку оставлю на него в описании Поэтому, если вы еще учите язык Идеально У него классное произношение Он медленно говорит Его очень легко понять Так что Английский Без 5 минут 5 Тут такая ситуация Мне кажется, пойдет дождь Я говорю, что пойдет дождь в офисе Мне говорят Да нет, что ты А уже пару капель на меня упало Сейчас катаюсь по району И понимаю, что Есть у меня такая, знаете Невыполненная мечта Это дом на колесах Чтобы поехать куда-то подальше На море отдохнуть и так далее А здесь Здесь большинство таких домиков встречается Они такие прикольные Блин, особенно вот этот новый Сейчас покажу Здесь это более доступно У нас, не знаю, надо как минимум почку продать Или очень-очень усердно и долго работать Понимаю, это специально регистрируют машины С таким номерным знаком Что считается раритетом И они имеют право ездить, я так понимаю Где хочешь Опять же, это просто Просто мои догадки Я не смогу вам показать, что здесь внутри Потому что они закрыты Да и вообще это будет немножко неправильно Но домики зачетные, конечно Вау Помните, я вам говорил по поводу дождя Так вот Его не наступило Его не было, скажем так Я когда заезжаю подальше от Вилянова То здесь вокруг тоже идут обычные домики Но они настолько симпатично сделаны И знаете, вот эта вот ностальгия такая Будет за этой Европой Которая вот чистая и красивая по большей части Как-то так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok